Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, друзья, смотрите, вроде бы случилось самое худшее уже, что могло произойти, произошло. FTX соскамился, Celsius соскамился, что там еще соскамилось, напоминайте. Луна соскамилась, SEC подала в суд на Binance, US и Coinbase. Ну все, как бы уже, что? Дно по негативу в масс-медиа, я думаю, пройдено. Тем временем, что мы видим, биткоин, как с вами отреагировал у нас на эту новость, упал и отскочил обратно. Понимаете, биткоину уже пофигу на эту всю возню. Сеть биткоина чихать хотела на Гэри Гэнстелера и на судебные иски, и прекрасно работает в обычном режиме. И до следующего халвинга остается чуть более 300 дней примерно. И, кстати говоря, про Гэри Гэнстелера, ребята, птички донесли, что он на самом деле шортит биток на 2,5 миллиона долларов. Буквально вот пару суток назад есть источник. Это все, кстати, у нас в Телеграме, обязательно подписывайтесь к нам в Телегу, если вы еще не там. Источник, ну такой, CryptoTimes.io. В общем, даже если это утка, то прикольная. Тем временем, что мы видим, что биток у нас с вами на дневном таймфрейме perfectly, как говорится, отбился идеально от 0,5 фибы. Он все еще может, конечно, так же идеально отбиться и от 0,618, упав на 24 тысячи долларов, например. Но пока мы видим, что он удерживает этот уровень и сейчас сражается с 0,38 фибой локального нашего измерения последнего импульса. 26,700 сопротивления, которое мы пробиваем, если... Опять же, сеточка EMA Ribbon здесь на дневном таймфрейме в качестве сопротивления работает. Но если мы ее пробиваем, следующий уровень 0,23 фиба, это 28,300, 28,400. Это то, куда мы пойдем с высоченной долей вероятностью в кратчайшее время, если закрепимся над уровнем 27,250 примерно. Вот. Отдаляясь на недельном таймфрейме, мы видим очень позитивную картину на самом деле. Мы видим, что мы тестируем сейчас сетку EMA Ribbon, нижняя граница которой совпадает практически идеально с 0,5 фибой. Так что, в принципе, по всем параметрам биткоин может, конечно, еще сходить ниже куда-нибудь до вот этих уровней по телам свеч. Да, там, зону сопротивления, скажем, можем вот эту обозначить, куда он спускается. Это все еще 24 тысячи долларов вообще легко. Даже 23 мы можем посмотреть по телам вот этих свеч. 23,300 легко можно заколоть перед продолжением роста. Поэтому, еще раз говорю, здесь нужно быть очень осторожными сейчас. Лангуя, это вместе с нами, ребята, на Bybit, на Femex и на других классных биржах, ссылки на которые есть в описании. Вот. Можете, конечно, и шортить, хеджево не вопрос. Посмотрите, по битдау, кстати, по моему любимому, какое здесь все-таки сопротивление было отработано. Да, там такое не идеальное, сложными, но сложными выносами, да. Но, тем не менее, и он все-таки смотрит вниз. Плюс там сейчас разлоки. Поэтому, конечно, я хоть и нахожусь по нему в лонге, но у меня стоп ручной, короткий. Если я вижу, что мы не удерживаем сейчас эти уровни, буквально вот где мы сейчас, я выхожу и перезахожу ниже. До тех пор, пока мы удерживаем вот эти повышающиеся минимумы локальные по битдау, я сохраняю бычий настрой по нему локально. И глобально я по нему настроен очень по быче, потому что он супер-мега перепродан для меня. Давайте глянем эфирчик. Так, давайте глянем эфириум, раз такая пошла у нас пьянка. Ну, он выглядит практически как биткоин, собственно, о чем свидетельствует флет в паре эфир к биткоину. Но, на самом деле, флет не флет, а локальный рост. И MACD, пара к биткоину, час, локальный рост, хотя на более старшем таймфрейме падение. Короче, эфир к биткоину плюс-минус, да, стоит. При этом, на самом-то деле, он растет. Посмотрите, у нас есть восходящий канал по эфиру с биткоином, по эфиру к битку. И, соответственно, к доллару эфир тоже, он как бы стоит, но на самом деле растет. Видите, падает чуть меньше, чем биток. Поэтому по эфиру, конечно, сейчас вот эти каракули все не отработавшие, убираем. По эфиру, конечно, мы видим сейчас восходящий канал, мы видим более глобальный, да, какой-то восходящий канал. И мы сейчас тремся у его нижней границы, ребята. И ближайшие уровни, если мы сейчас полетим по эфиру наверх, то это 2000, первый тейк профит. И следующие уровни, это уже 2400, 2500, вот та зона. Другой вопрос, что, чтобы туда полететь, нам бы сейчас пробить хотя бы вот это локальное сопротивление этого канала. Это у нас 1900 с копейками. Вот, поэтому по эфиру тоже интересно на самом деле выглядит картина сейчас. Да как и по всем рынкам, ребят. Вы вообще видите, насколько сильно ушатан рынок крипты. Вы видите, насколько сильно перепроданы альткоины к биткоину. Вы понимаете вообще, какое будет сильное, какое будет мощное движение. Именно поэтому я на FEMIX сейчас набираю альткоин портфель в кросс-марджине к тезеру и к BNB. То есть я немного шорчу BNB и набираю, ну вот сейчас снизил шорт BNB и увеличил позицию к тезеру в моменте. Но в целом буду наращивать шорт по BNB с нулевой комиссией, ребята. Вы можете заимствовать. Вы можете здесь заимствовать любую крипту, в том числе BNB и вообще любой альткоин с нулевой комиссией на кросс-марджине. Ссылка на FEMIX в описании. Напоминаю вам, что по всем параметрам, по макроиндикаторам, по социальным метрикам, вообще у нас 0.15 риск упал. Посмотрите, то есть никто не интересуется криптой. Новых подписчиков нету, новых просмотров нету по всем крупным криптоканалам, включая наш. Но вам, кстати, выражаю, ребята, большущий респект за то, что вы подписываетесь к нам на канал и ставите лайки даже в такое непростое время для крипты. Так что да, тут по всем параметрам у нас очень низкий риск. Видите, недооценка все еще 50% до средних значений. То есть, в принципе, сейчас на споте вообще только покупать. В марджине, но тоже в долгую присматриваться к лонг-позиции. Посмотрите, как биткоин даже на 15-ти минутках сейчас у нас упирается с вами вот в эту трендовую. Посмотрим, что будет. Отскочим ли мы сейчас от нее и пойдем наверх или забьемся в боковик или упадем. Напишите свой вариант в комментариях, кстати, когда вы это смотрите. Глобально ваш прогноз по рынку на ближайшие там, давайте скажем, на ближайшие, вот до конца этого года. До конца этого года. Биткоин вырастет или упадет? Будет выше 30 тысяч или ниже? Напишите свой вариант. Так, а по позициям на байбет, собственно, что я добрал обратно рипла. Он уже в плюсе. Лайтка, битка. Эфир пока вот в минусе у меня и битдау. Но я тоже их вытягиваю на самом деле. Добрал очень много битдау, как я вам уже показал. По риплу. По риплу тоже посмотрите, как он красиво. Недельно идет хайканашили с зелеными свечками наверх. По риплу очень интересная ситуация. Я думаю, что мы 0.8 и увидим ближайшее вообще время по риплу. Ну, напишите в комментариях, кстати, вы думаете, что я псих или реалист по этому поводу. Увидим ли мы 0.8 по риплу в ближайшее время и вообще когда-нибудь. Ну, вот он прямо сейчас пробивает свое локальное горизонтальное сопротивление. Вы это видите, так же, как я. И вот они, тейки, собственно, пошли. 0.6, 0.7, 0.8 и так далее. Эфириум классик. Посмотрим, что сейчас делает. Посмотрите, настоящий подлинный эфир. Тоже рисует повышающиеся минимумы. Соответственно, локальный аптренд мы видим. Точнее, это на самом деле не аптренд. Нет, тут есть, конечно, вот такого рода канал, у которого, опять же, нижняя граница, у которого мы тремся. Но на самом деле это треугольник. Посмотрите, у нас здесь есть нисходящее сопротивление, которое нам стоит сейчас пробить, чтобы говорить о продолжении роста. Это у нас примерно уровень 17.8. Ну, на самом деле, 18 долларов, когда классик пробивает, тогда мы можем говорить, что да. Пока мы там можем встретить очередное сопротивление, ребят. Но когда мы пойдем наверх и пробьем его, я думаю, что цели по классику будут 25 долларов минимум в верхней границе канала. А дальше уже полетели к предыдущим высотам. Там 30-40 баксов и выше. Потенциал у классика огромный просто. Ну и лайткоин, ребята. Халвинг на носу. Уверенная динамика. Посмотрите, какой на самом деле рост показывает лайткоин. Да, мы видим сейчас в моменте какую-то консолидацию, коррекцию. Все равно у нас есть восходящий канал. Он, безусловно, может быть пробит тоже вниз. Мы можем сходить куда угодно. Хоть к 0.5 фибе на 73 бакса. Хоть к 0.61.8. Понимаете? На 65 баксов. Но я думаю, что это уже маловероятно. А скорее всего мы видим какое-то поджатие и пробой уже куда-то с выходом на 130 и выше. Но это мой супер бычий прогноз, ребята. Дисклеймер, естественно, не финансовый совет. Просто помните, что по лайткоину у нас с вами на недельном таймфрейме к биткоину желтая точка на супер-мега-гигантском дивере. И он ушел ниже своих самых экстремально донных значений примерно в два раза. И сейчас отскакивает. То есть он рисует абсолютно разворотный паттерн. Тут как бы можно горизонтально увидеть вот это сопротивление. Которое, если будет пробито, ребята, к битку, это полмиллиона сатоши, то это Тузамун. Это Тузамун очень сильный на десятки иксов. Все, ладно. Всем хороших выходных. Удачи в торговле. Профитролей. И до следующего выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok